Добрый день! В эфире Инсталайф Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского Федерального Университета. Я его ведущая Аделя Шамилова. А сегодняшний эфир посвящен работе Международной магистратуры Petroleum Engineering. Спикерами нашей встречи станут заведующие кафедрой разработки и эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых углеводородов Михаил Варфоломеев, а также координатор данной программы Husambulate. Прежде чем мы начнем нашу дискуссию, я напомню, что в течение часа наша встреча проходит в режиме реального времени. Свои вопросы вы можете направлять прямо в чат нашей встречи в Инстаграме. Ну а пока предлагаю посмотреть презентацию и познакомиться с магистратурой Petroleum Engineering более детально. Передаю слово Михаилу Алексеевичу Варфоломееву. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги. Разрешите рассказать несколько слов про ту магистрскую программу, которую мы запустили буквально несколько лет назад. В своем роде эта программа уникальна, интересная. Она ориентирована на обучение на английском языке и называется Petroleum Engineering. Вот здесь есть как раз кадры с открытия данной программы. На ней учатся очень много иностранных студентов. Она действительно по-настоящему международная, поскольку в ней собираются и учатся студенты из различных стран, различных континентов. И кроме, так сказать, профессионального уровня высокого данной программы, здесь есть возможность действительно такого широкого межкультурного обмена. Данная программа реализует различные виды практик, учебных, производственных. То есть ребята могут своими руками потрогать, что такое нефть, что такое нефтяная порода, провести определенные эксперименты. И кроме того, они могут выехать на нефтяные месторождения, поработать там, получить опыт реальной практической деятельности. Здесь вот отражены основные направления, которые эта программа охватывает. Можно сказать, что здесь мы даем знания для того, чтобы люди смогли эффективно добывать нефть, газ и другие полезные ископаемые. И при этом они владели бы теми инструментами, которые сегодня очень важны в нефтегазовой сфере. Это инструменты, связанные с цифровизацией, моделированием. Очень большое внимание уделяется этим аспектам. И, конечно, в связи с тем, что запасы нефти становятся более сложными и взвлекаемыми. Мы даем профессиональные знания в области оптимизации добычи, повышения нефтеотдачи и различных процессов, связанных с бурением, с размещением скважин. То есть полный комплекс знаний, которые сегодня необходимы инженеру-нефтянику в современной индустрии, причем не только в России, но и в любой стране мира. Наши выпускники могут себя найти. Учебный план охватывает два года. Оба года проходят в Казани. В рамках этого обучения на первом году они больше получают теоретических знаний. Это такие базовые основы нефтегазовой сферы, связанные с математикой, физикой, моделированием, связанные с процессами, которые происходят в пласте. Второй год он уже более практический, где больше дисциплин, непосредственно связанных с разработкой месторождения, с добычей нефти, с оптимизацией добычи. И в рамках этого обучения у них будет несколько практик. Практик по исследованиям, учебные практики, производственные практики. Все это очень сбалансировано и дает такой насыщенный образовательный процесс всем нашим студентам. Здесь были показаны учебные планы, где написаны конкретные дисциплины, которые ребята проходят. Но с этим можно более детально ознакомиться на нашем сайте. На сайте нашего института есть программа, есть учебный план и все те предметы, которые они проходят. Очень важно, да, я хотел бы еще раз подчеркнуть, это возможность участия в реальных проектах с компаниями, как отсюда, да, онлайн, значит, участие в проектах, так и непосредственный выезд на месторождение. В реализации программы участвуют зарубежные партнеры, то есть можно пройти обучение полностью в Казани в течение двух лет, но можно также получить возможность стажироваться. У нас есть два партнера по этой программе, это Southwest Petroleum University, это находится в Китае, значит, провинции Сючуань, один из ведущих нефтяных университетов данной страны, но и в мире в целом. И второй наш партнер это IFP School, это ведущий европейский уже институт в области нефтегазовых технологий. В рамках этих обменных программ наши студенты могут на один семестр, то есть на полгода выехать туда, поучиться там, получить навыки обучения за рубежом, те, значит, сильные стороны обучения, которые там есть. И здесь есть разные возможности, например, для граждан России есть грантовая поддержка, то есть эту поездку им может поддержать программу Алгарыш, которая реализуется в республике Татарстан, но также есть и другие возможности поддержки вот этой стажировки за рубежом. Значит, ну в целом я уже отмечал большую практическую направленность программы, и поэтому мы в ходе, значит, выполнения образовательного плана, наши студенты делают исследования, делают проекты для нефтяных компаний, и эти проекты реализуются с различными компаниями нефтяными не только в России, но и за рубежом. Мы работаем с крупнейшими российскими нефтяными компаниями, так наш ВУЗ является базовым университетом Роснефти, входит в Лигу партнеров Газпромнефти, активно взаимодействует с Лукойлом, Газпромом, Новотеком, Сургутнефтегазом, другими компаниями, ну и, конечно, наш главный партнер, это компания Татнефть, которая, значит, является крупнейшей компанией нефтяной в Татарстане и является одной из ведущих инновационных нефтяных компаний в мире. Кроме этого, мы активно работаем с малыми нефтяными компаниями Татарстана и Российской Федерации, и с такими зарубежными партнерами, как Синопек, Петра Чайна, Далил, значит, это все нефтяные компании, которые работают за рубежом в Китае, на Ближнем Востоке, в Омане. Очень тесные взаимодействия, хороший проект у нас с Кубой, то есть наши студенты могут участвовать в этих проектах, и также студенты из этих стран активно обучаются у нас в университете. В преподавательской деятельности задействованы ведущие профессора и, значит, научные сотрудники Казанского университета, которые имеют степень, имеют опыт и известны во всем мире по направлениям разработки нефтяных месторождений, моделированию, значит, геологическим дисциплинам. На слайдах они представлены. Кроме этого, в образовательном процессе участвуют наши молодые преподаватели, которые уже сами по себе имеют опыт в международном образовании, получили дипломы англоязычных программ магистрских и программ PHD за рубежом. И у нас много иностранных преподавателей, которые также задействованы в образовательном процессе. Ну и очень важно отметить, что образование связано с получением навыков и опыта. И, конечно, очень важна та инфраструктура, которая создана в нашем университете. С прошлого года в нашем университете действует научный центр мирового уровня в области как раз добычи нефти и газа. Это центр единственный в России, и это, конечно, накладывает определенные возможности на наших студентов. Они получают самую лучшую инфраструктуру, оборудование, классы, классы для реальных исследований, классы для моделирования. Мы обеспечены ведущим программным обеспечением различных производителей. И все это, конечно, позволяет сделать уровень подготовки достаточно высоким и дает возможность дальнейшим нашим выпускникам показать хорошие навыки и компетенции, уже непосредственно работая в этой отрасли. Ну и, конечно, наш Казанский университет доказывает качество образования своими позициями в международных рейтингах. Наш университет имеет пять звезд КУЭС. И в прошлом году мы вошли в топ-100 ведущих университетов по нефтегазовым технологиям. Значит, и это один из таких знаков качества. Мы обошли многие российские и зарубежные университеты, которые преподают, и, значит, у них есть программы по петролевому инженеру, по нефтегазовому делу. Это тоже определенный, так сказать, плюс, бонус, который показывает, что наши программы востребованы, интересны. И мы приглашаем наших студентов и абитуриентов подавать документы и участвовать в конкурсном отборе. Ну, наверное, больше про конкурсный отбор я хотел бы передать возможность рассказать моему коллеге Хосаму Билейду. Благодарю, Михаил Алексеевич. Переходим к следующему этапу требования для участия в программе. Соответственно, программа реализуется на английском языке, значит, студенты должны иметь уровень не меньше B1, уровень английского языка, то есть без сертификатов IELTS, без TOEFL, как позвано в всем мире. Дальше, подача заявки и написание входного теста и собеседование с участием представителей КФУ. Дальше, сроки у нас проводения конкурса поставляют приемные компании. И в этом году ориентировочно прием документов с 20 июня по 18 июля. Пройдет, значит, заочный этап, это рассмотрение документов со стороны представителей КФУ с 19.07 по 24.07 включительно. Дальше, первый этап, как мы говорили, тестирование это проходит в начале августа и, соответственно, объявление результатов конкурса до 10 августа включительно. Как видите на слайде, руководитель данной программы Хейлор Фоломеев и я координатор данной программы и непосредственно по документам, по всем консультациям, можете написать мне на почту либо по номеру телефона, указанному на сайте. Дальше, значит, у нас перечень необходимых документов для подачи в нашей программе в целом в КФУ. Для российских граждан получается у нас копия диплома о высшем образовании, подразумевается бакалавриат, специалитет или магистратура в одном из следующих областей. Значит, у нас нефтегазовое и горное дело, физика математических наук, естественные науки, науки о земле и в том числе геологии, геофизики. Дальше у нас идет копия паспорта, значит, главная страница с пропиской. А что касается иностранных абитуриентов, соответственно, копия паспорта и нотариальный заверенный перевод на русский язык и копия документа о предыдущих образованиях, если имеется, с приложением, соответственно, и его нотариальный заверенный перевод на русский язык. Как и рассказал Михаил Иксевич насчет наших достижений, не только в научных исследовательских программах и дальше в социальной инфраструктуре университета, поскольку в России считается деревней университета у нас лучший студенческий кампус в России и способный он разместить на более 12 тысяч студентов. Помимо этого, раздельная инфраструктура университета по 13 спортивных объектах, студенческая поликлиника располагается на территории деревни университета и, конечно же, главный культурный центр, где студенты не могут реализовать себя не только в научной сфере и в актерские мастерства, как говорится. И спасибо за внимание. Переходим слушать ваши вопросы и будем готовы и ради отвечать на них. Во время презентации уже поступил первый вопрос, который как раз касался английского языка. Следующий вопрос звучит так. Сколько студентов планируете принять в этом году? Мы планируем принимать не менее 10 студентов, то есть в каждую группу. И, конечно, допустим, в этом году у нас поступило, учатся уже порядка 20 человек на одном году. То есть мы видим, что эта программа достаточно востребована, то есть буквально второй набор мы сделали, и уже видим, что есть интерес, и возможно, что у нас будет набор не в одну, а в несколько групп, в зависимости от того, сколько будет абитуриентов. Судя по числу подключившихся, здесь очень много зарубежных будущих абитуриентов. Могли ли бы вы свой ответ продублировать на английском языке? Да, конечно. Для нашего программа мы планируем минимум 10 студентов в группе. Мы могли бы увидеть, что этот программ был очень популярным для студентов из разных стран, для international студентов. И в два года мы значительно увеличили количество студентов, из-за их интереса в этом программе. И, например, сейчас, в первом году мы имеем более 20 студентов в этом программе, и в следующем году мы планируем открыть не один групп, мы планируем открыть несколько групп для более студентов, которые могут участвовать в нашей университете. Хорошо. А разрешите уточнить? Вот вы сказали, не менее 10 студентов. А если желающих поступить будет больше, будем ли мы принимать 12-20 студентов? Конечно, мы будем принимать больше 10 студентов, если будет интерес, и мы надеемся, что он будет, мы уверены в этом. Есть, да, у нас определенный верхний потолок, он как раз рассчитан, исходя из того, что мы для каждого студента обязательно находим научных руководителей, научную тематику, исследования и так далее. И поэтому мы пока рассчитываем принять до 30 студентов. Но это предварительные планы, мы посмотрим по тому, как пройдет приемная кампания. И в целом хотелось бы сказать, что в этом году университет, именно наш институт открывает новый корпус, научно-исследовательский корпус, где наши магистры могут заниматься. И это, может быть, позволит нам еще больше увеличить, так сказать, прием студентов на контрактные места. Хорошо. Следующий вопрос звучит так. Чем принципиально отличается данная программа от своего предшественника, который сотрудничает с Имперским колледжем Лондона? Это у нас две траектории. Нельзя сказать, кто был предшественником. Это две разные, не то что разные, две траектории обучения. По образовательному содержанию они близки. Единственное, в этой программе мы два года обучаемся в Казани и имеем возможность отправить наших студентов на стажировки в программу Китая с китайским университетом и во Францию. Другая программа, которая называется Petroleum Engineering, у нас один год они обучаются в Казани, один год в Лондоне. Значит, там траектория реализуется совместно с тремя партнерами. Да, один из них Имперский колледж Лондона, а два других партнера – это Роснефть и БП. Хорошо. Один пользователь здесь отмечает, не было ли прекращено сотрудничество с Имперским колледжем. То есть, получается, оно ведь продолжается. Мы немножечко отошли от темы, как бы я прошу прощения, а просто вот такой уточняющий вопрос задают и проигнорировать его мы не можем. Да, конечно. Сейчас наши студенты той программы, которая как раз реализуется совместно с Имперским колледжем Лондона, находятся там. То есть 10 студентов, первая группа. И, в принципе, вот значит, уже осенью этого года вторая группа поедет туда. У нас нет никаких проблем с взаимодействием. Мы работаем, и ребята получают образование, значит, сдают сессию. Вот недавно тоже они, как и наши российские, здесь, в Казани, сдали сессию. Сейчас выполняют групповой проект совместный в Лондоне со своими, так сказать, однокурсниками. Все движется, значит, успешно, все хорошо. Единственное, конечно, есть некие ограничения, связанные с пандемией, которые не позволяют в полном объеме, значит, реализовывать очные занятия, еще что-то. Но мы надеемся, что там следующий набор, или уже, так сказать, ближе к марту, в апреле, в мае, возможно, это изменится. И ребята будут уже полностью иметь возможность очной формы обучения в Лондоне тоже. Хорошо. Я напоминаю, что наша встреча проходит в режиме реального времени. То есть онлайн вы можете задавать свои любые вопросы в чат. Самые интересные мы озвучим и ответим на них. За неделю до нашей встречи был создан опрос в социальных сетях, где я просила прислать ваши вопросы, предложения к нам в личные сообщения, то есть в директ. Итак, самые лучшие сейчас у меня прописаны здесь, и я их озвучу нашим спикерам. Итак, первое. Будут ли ограничения по возрасту, что касается международной программы Petroleum Engineering? Так, что касается возраста данной, или привлечения студентов, или их обучения, нет ограничений и не будет, поскольку у нас, как мы видим, и как показывает статистику, у нас данный возраст, который поступает в универ, это с 23 до 30, а это что показывает, что данная программа привлекает не только молодых специалистов, и даже опытных, которых сейчас уже работает в мировых компаниях. Да, как раз хотел бы тоже отметить ответ. Действительно, допустим, сейчас у нас есть люди, которые работали в компаниях и специально, так сказать, взяли там отпуска, чтобы получить образование в нашем университете, и уже с дипломом магистра Казанского университета в области Petroleum Engineering обратно вернуться и получить определенные бонусы. Есть такие, значит, ребята из Ирака, из Катара, из многих стран. То есть, в принципе, у нас учатся уже не только те, кто только-только закончил университет, а те, кто уже имеет практические опыты и хотят получить дополнительную, так сказать, степень в своей сфере. Вопрос от пользователя, который пришел прямо сейчас. Расскажите, пожалуйста, подробнее про программу поддержки для стажировок. Значит, есть различные программы поддержки. Одна из них реализуется, значит, правительством республики Тарстан. Есть Гранд Алгарыш и наши студенты, которые определенное количество времени, значит, проучатся. Они могут подать туда, чтобы как раз поехать для обучения на один семестр в французский институт нефти. Значит, это как раз по программе Petroleum Engineering. То есть, это, получается, четвертый семестр. То есть, это примерно с февраля по конец лета. На семь месяцев они туда едут. И, значит, у нас выстроена так образовательная траектория, что они смогут получить сразу два диплома. Диплом Казанского университета, диплом Французского института нефти. Хорошо. Часто задают вопрос, могут ли в международную группу поступить российские студенты? Конечно. Конечно, да. То есть, группа у нас и прием по группам, не только для иностранных граждан, соответственно, для русских. И у нас, как показывает практику, то, что у нас в прошлом году получилось, практически 25% с той группы международной поступили русские студенты, поскольку у нас как и телевая группа, и как и международная группа. И еще дальше мы продолжаем в этом направлении и побольше будет в этом году. Хорошо. Это определенная возможность для студентов русскоязычных, ну, россиян, так сказать, это обучиться на английском языке. Это очень сильно, на самом деле, повышает уровень знания, поскольку каждый день они разговаривают на английском, материалы читают на английском, работают с иностранными продавателями. В полное погружение, я сказал, да. Да, в полное погружение, точно. Хорошо. Вопрос от пользователя. Будет ли проходить онлайн обучение? Обучение онлайн не планируется. То есть у нас в Казахском университете, значит, реализуется образование в стандартной форме обучения на сегодняшний момент. Онлайн мы проводим занятия для тех групп параллельно с стандартным обучением, если часть из студентов не смогли приехать в Россию по как раз ограничениям, связанным с пандемией. В этом случае мы реализуем образование в двойном режиме, то есть лекции идут в нормальном режиме, в аудитории, все студенты присутствуют, и параллельно через систему Teams лекции и занятия транслируются тем студентам, которые находятся дистанционно в другой стране. Как только все ограничения будут сняты и все студенты смогут приехать, я думаю, мы полностью вернемся к такому традиционному обучению. Понятно, что тот опыт, который мы получили в рамках пандемии, он тоже будет использован для улучшения качества образовательного процесса. Тот наработанный объем онлайн-курсов будет нам использоваться и для самостоятельной работы, и для развития компетенции студентов. Хорошо, так как этот вопрос поступил от иностранного учащегося, вы могли бы продублировать на английском языке? Да, конечно, так как в Казан-Университете, мы поддерживаем стандартный системы обучения. Мы проводим лекции, но для студентов, которые не могли бы приезжать в Казан-Университете, по крайней мере, у нас проводили дуаллельное учение, мы проводим лекции, у нас есть студенты в комнате, у нас есть студенты в линейке, и все лекции и практики мы получаем в нормальном уровне, в нормальном уровне, только онлайн. Но это приходит в жизни, когда группа имеет в живую сессию, и другие группы, которые находятся в России, они могут связаться с другим, в каналом команды, чтобы проводить лекции в живую сессию. Хорошо, вопрос от пользователя. Можно ли поступать сразу на несколько программ в Вашем университете? Есть ли возможность проходить интервью сразу на несколько программ? Да, конечно, конечно, можно подавать на несколько программ. Значит, участвовать в конкурсе, у нас нет ограничений. Единственное, нужно иметь в виду, что для каждой программы нужно подготовиться, подготовить определенный багаж знаний, материалов, чтобы пройти собеседование, либо тест. Поэтому надо к этому быть готовым. Существуют ли какие-либо курсы или занятия для подготовки к вступительным испытаниям? Специальных курсов мы не проводим именно по дисциплинам, но мы проводим курсы по английскому языку. Поскольку, да, мы не требуем на первом этапе сдачи сертификата IELTS или TOEFL, но в случае поступления мы проверяем уровень английского языка в ходе собеседования. И второй момент, если вдруг наши студенты, которые будут учиться на этой программе, захотят все-таки участвовать в стажировках, то, возможно, им придется сдать IELTS или TOEFL. Поэтому наш университет реализует специальные программы по профессиональному английскому языку в области как раз нефтегазового дела, и можно ими воспользоваться. А так, с точки зрения обучения, поступления, у нас материалы размещены на сайте, там есть программа вступительных экзаменов, расписаны все темы. Значит, ну, фактически там есть пример вопросов, которые задают, и они могут на этом потренироваться. Хорошо. Сейчас, я думаю, придется повторить некоторую информацию, потому что многие пользователи только-только начинают к нам подключаться. Вопрос такой. Сколько коммерческих мест подразумевает данная программа? Значит, на данный момент мы пока рассчитываем не более 30. И я хотел бы сейчас повторить, что мы сейчас заканчиваем строительство, не строительство, а, значит, ремонт и ввод в эксплуатацию нового, значит, лабораторного комплекса. Это позволит нам расширить, значит, контингент студентов, которые могут работать и поступать к нам в магистратуру и аспирантуру. Так, хорошо. И вопрос такой. Так как петролиум инженеринг — это все-таки магистратура, расскажите подробнее, сколько лет будет проходить обучение, несмотря на то, что это повтор информации, и вообще сложно ли учиться в данной магистратуре? Какие свои тонкости, нюансы, подводные камни, может быть, будут ожидать абитуриентов? Я думаю, Хусам, как сам непосредственно прошедший через эту программу, может поделиться своим опытом. Так, к первому вопросу вернусь. То есть, как по стандартам международного образования, магистратура длится два академических года. Это, соответственно, четыре сессии должны сдавать и защита диплома. Процесс обучения довольно сложный, но опыт преподавателей и профессоров погружает тебя, то есть, или дает тебе полное погружение в сферы, где ты будешь подавать и реализовать себя в научной деятельности, в учебной деятельности и показать хорошие показатели. И, соответственно, нельзя говорить легко и нельзя говорить сложно. Если ты захочешь вот это, то получишь то, что ты уставал, что ты получил информацию, и я реализовал ее. Да, для обучения у нас есть все возможности, начиная от лекционных курсов и ведущих преподавателей российских и зарубежных, заканчивая инфраструктурой для проведения непосредственных работ руками, для проведения моделирования. У нас много очень программного обеспечения ведущих мировых производителей. То есть, в принципе, в ходе обучения наши студенты получают достаточно такой серьезный багаж знаний. Понятно, что для этого нужно прикладывать усилия, нужно учиться, стараться. Так сказать, любой процесс обучения, он связан с неким, так сказать, затратой времени и сил на то, чтобы освоить дисциплины и потом уже успешно эти знания применять на практике. Да, и хотелось бы отметить то, что по таким программам, допустим, как и у нас в Казанском федеральном университете, по тем программам не обеспечения. Хотелось бы желать то, что ты оставался в универе. Почему? То есть, ты получаешь не только теоретические знания в ходе лекции, а еще хотелось бы еще практиковать их, используя программные обеспечения. Я, когда поступал в 2019 году, практически дома не бывал. Я с 8 до 9 вечера приходил в универ, потому что есть такая возможность использовать вот эти программы обеспечения, которые только в мировых международных компаниях используются и, соответственно, повышают свою квалификацию. Хорошо. Приятно отметить, что к нашему прямому эфиру подключаются магистранты прямо из британского колледжа Лондона. Всем передают привет. И, соответственно, было бы уместно рассказать, какие специалисты приглашаются к прочтению лекции в рамках Petroleum Engineering. Насколько известно, это и Мартин Блант, и Андриана Полужина. Расскажите, пожалуйста, кто будет проводить лекцию нашим магистрантам? Ну, во-первых, да, это те специалисты, которые, значит, работают в имперском колледже Лондона. Да, мы, значит, даем такую возможность, что несколько профессоров из имперского колледжа Лондона читают лекции нашим студентам. Ну, вот это либо два, либо три профессора за учебный год, значит, свои курсы читают. В этом году это профессор Мартин Блант, это профессор Адриана Полужина и еще одного третьего профессора. Мы сейчас обсуждаем, кто это будет, вот, и вот так полномерно они читают лекции. Кроме этого, мы приглашаем для чтения лекции специалистов из нефтяных компаний. Допустим, в этом году коллегам, студентам, кто учится на Petroleum Engineering, лекции читал один из ведущих специалистов в Газпромнефти по как раз теме, связанной с исследованием пластовых флюидов. Буквально вот на следующей неделе, значит, им будут читать лекции специалисты из Шлюмберже, который расскажет про исследование скважин. Также читал свои лекции студентам нашей магистской программы, коллеги из зарубежнефти, в НИИ нефти. То есть, в принципе, мы стараемся привлекать и зарубежных лекторов, и, значит, специалистов с компанией, чтобы, с одной стороны, сочетать такое фундаментальное, значит, теоретические знания, чтобы наши студенты получали, с другой стороны, чтобы они получали практический опыт. И это мы с каждым годом, как сказать, вот это все больше развиваем, стараемся эти возможности расширить. Прошел вопрос от пользователей. По каким регионам идет распределение рабочих мест после прохождения данной магистратуры? Как такового распределения у нас нету, да, то есть такая система не работает. Люди сами выбирают, куда они хотят ехать учиться. У нас есть ребята, которые, значит, пошли работать в российские компании, есть ребята, которые уехали обратно и работают в своих нефтяных компаниях, там, значит, допустим, в Ираке. Вот, некоторые из них пошли не в компании, пошли в исследовательские центры, которые занимаются новыми разработками для нефтегазовой индустрии. То есть, в принципе, возможности у наших выпускников достаточно широкие, не только в России, но и за рубежом. Хорошо. Предусмотрена ли заочная форма обучения? Заочной формы обучения у нас нету. Мы рассматриваем возможность через определенный промежуток времени, пока вот не могу вам сказать точно год, потому что тут связано с подготовкой документов, мы планируем открыть программу дистанционного обучения. То есть мы понимаем, что вот к нам все больше и больше пытаются поступить и интересуются программы специалисты, которые уже работают в компании. Для них сложно на два года вырваться из, так сказать, из своего практического, из своей работы, да, и посвятить два года обучения непосредственно на месте. Поэтому их интересует программа именно дистанционного обучения. Мы над этим работаем. Я думаю, что скоро мы такое программе расскажем и ее запустим, и заявим всем интересующимся. Ничего страшного. Так, хорошо, тогда давайте перейдем. Слышно нас? Я насколько понимаю, что он включится и начнется эфир, и чтобы не упустить момент, можно перейти к общему вопросу. Расскажите, пожалуйста, какая социальная инфраструктура есть в Казанском университете для приезжих студентов? Насколько комфортно у нас в деревне универсиады? Многопрофильная клиника, спортивный и развлекательный объект. Что делается для того, чтобы привлечь зарубежных наших иностранных студентов в Казань? И почему Казань считается студенческим городом? Отлично. Как мы уже показали в некоторых слайдах, деревня университета является самый большой кампус в России на 12 тысяч квадратных метров и на 12 тысяч, простите, на 12 тысяч студентов. Это больше, чем содержит университет, поскольку в этом году поступило у нас больше 50 тысяч, ну, в общем, число студентов больше 50 тысяч студентов. И все иностранные студенты, когда приезжают к нам учиться, все заселяются в деревню университета, поскольку там жизни насыщенные мероприятиями, не только спортивными и разными, еще у них возможность себя реализовать в научной деятельности, в институтах, в лабораториях институтов и, соответственно, открыть новые траектории для себя. А еще республика Татарцем в целом и Казань являются городом студентов, так говоримся. Почему? Потому что сначала идет культурное привлечение студентов и привлечение не только и с ближних зарубежей, и дальних зарубежей тоже, поскольку, как мы говорили, культура, религия и все вот эти взаимосвязанные вещи между собой. Поэтому студент, когда приезжает в Казань, именно в республику Татарцем, чувствует себя дома, поскольку менялась только погода, так говорится. Так говорили студенты наши, только погода только менялась, люди остались те же самые, просто говорящие на русском языке. И, соответственно, это дает полное загружение нашего студента или нашего абитуриента, когда приезжает и влюбляется в нашем городе Казань. Хорошо. Я напоминаю, что наша встреча проходит в режиме реального времени. Вы можете отправлять свои вопросы прямо в Инстаграм, в сториз, который прямо сейчас проходит в режиме прямой трансляции. Итак, здесь вопрос, будет ли выложен этот прямой эфир. Да, он будет транслироваться на телеканале Универ ТВ. Смотрите и присоединяйтесь к нашему институту. Итак, следующий вопрос. Какие нововведения ожидаются в связи с ситуацией COVID-19 в этом году, в том числе в рамках поступления в петрульум инженеринг? Пока, значит, не идет каких-то существенных изменений. Мы надеемся, что поскольку весь процесс идет в стандартном режиме, то есть ведутся занятия со студентами, университет полностью открыт, мы надеемся, что и приемная кампания пройдет в том же режиме, как и обычно. Понятно, что мы будем рассказывать о программе, будем сообщать о том, когда нужно будет подавать документы. Еще раз, те, кто заинтересовался, пожалуйста, посмотрите наши контакты, контакты Хусема, мои контакты. Мы готовы ответить на ваши вопросы по поводу программы, по поводу того, какие нужны документы. В целом, как бы пообщаться с вами на любые вопросы, связанные с ее реализацией. Мы надеемся, что приемная кампания будет в том же режиме, что обычно. Хорошо, вопрос от пользователя. Подскажите, куда будут устроены студенты после окончания обучения на двухгодичной программе? Студенты, которые учатся на программе «Два года в Казани» либо со стажировкой в IFP, либо со стажировкой в Юго-Западной Southwest Petroleum University, они могут устроиться туда, куда они хотят. Мы, конечно, предоставляем возможность информации о тех компаниях, в которые нужны специалисты, потому что компании постоянно к нам обращаются, что им нужны специалисты из различных сфер нефтегазовой области, от моделирования до добычи, до разработки, повышения нефтеодачи, трудноизвлекаемых запасов. То есть мы, конечно, помогаем нашим студентам, но в целом они без проблем находят себе работу там, где им предлагают наиболее интересные для них условия. Кем станут выпускники магистратуры по итогу завершения учебы? Как будут называться их профессии и чем они будут уникальны? Профессия, которая неполучно называется инженер-нефтяник, то есть петролиум инженер. Значит, это тот человек, который занимается разработкой нефтяных месторождений, и причем достаточно в широком интервале возможностей данный человек может найти себе работу. И отличие нашей программы состоит в том, что у нас достаточно сильный идет бэкграунд на освоение базовых принципов процесса разработки, начиная от физики, математики, заканчивая гидродинамикой. Также мы в образовательном процессе стараемся внедрить побольше дисциплин, связанных с моделированием. И, конечно, мы тоже делаем акцент в практической деятельности в рамках исследовательской практики на те технологии, которые можно использовать для повышения нефтеотдачи. У нас есть специальная учебная практика, в ходе которой студенты осваивают различные методы повышения нефтеотдачи. Не только теории, но и сами проводят некоторые эксперименты и видят, как мы можем увеличить объем добычи нефти с помощью того или иного воздействия. Хорошо. Из каких стран ожидаются абитуриенты в этом году? Так, и как и Казанский федеральный университет признан международным уровнем университетов и входит в топ 50 топ программ, как петрограмм инженер. В прошлом году у нас, поскольку разная группа была, 20 студентов, все из разных стран, есть дальние зарубежья, есть ближние зарубежья, но больше всего приходилось с дальнего зарубежья. Лжир, Кудивуар, глубокая Африка, еще у нас с Туниса, еще с Египта. Это что касается Африки. А что касается Азии и Средней Азии, у нас ребята с Филиппинах, и у нас еще с Ирака довольно много студентов также обучаются по данной программе. И ближние страны, ближние зарубежья, Узбекистан, Казахстан также. Еще Латинская Америка. Да, еще у нас Латинская Америка, Куба, Коломбия, Аргентина. У нас многонациональная группа, все общаются между собой на английском языке. Это дает возможность всем развиваться и в языковых планах, и в научных планах, и практиках. Да, есть студенты из Китая, есть студенты из Ирана. То есть, в принципе, да, наверное, если мы посчитаем, из каких стран приезжали, и приезжают нам студенты, скоро мы половину глобуса точно покроем. Хорошо. Вопрос из Инстаграма. Чем принципиально отличаются выпускники Международной магистратуры Петролиум Инжиниринг от специалистов, которые выпускаются по программе с Лондона? Ну, отличается тем, что у них разная траектория обучения. То есть, одна траектория обучения предразумевает два года в Казани, другая предразумевает один год в Казани, другой год в Имперском колледже Лондона. Исходя из этого, возникают эти особенности, то, что преподаватели, методики преподавания, дисциплин, реализация образовательной траектории, она в этом отличается. Какие документы необходимы для поступления в магистратуру? Иностранным абитуриентам. Иностранным абитуриентам нужно, значит, паспорт и перевод паспорта, документы в образование и приложение к документам образования. Все переводено на русском языке. И хорошее настроение при поступлении. Вот и все. Но еще знание английского языка. Соответственно, знание английского языка к иностранному гражданину, это как-то будет с самых легких критерий, я думаю. И мы не требуем, как мы сказали, TOEFL или IELTS, это ведется по собеседованию, и там оцениваем уровень английского языка данного студента. Вот к слову об английском языке. Следующий вопрос как раз касается английского. Насколько должен быть высокий уровень английского языка? Так, и чтобы учиться и обучаться на программах и в любом вузе мира, соответственно, приходится обучаться на такой программе, чтобы иметь профессиональный уровень английского. Что подразумевает слово профессиональный уровень английского? Значит, что знание базовых терминов, математика, физика и так далее, это помогает студенту реализовать свой учебный план. И, как мы говорили, что мы не требуем сертификатов международных, поскольку мы тестируем самый потенциал студента по английскому языку. Хорошо. Кто и как будет оценивать уровень английского языка у абсуринтов? Английский язык мы оцениваем в ходе собеседования. То есть у нас есть комиссия, в которую входит несколько человек с нашего кафедры, и они задают вопросы, значит, как по профессиональным предметам, так и о том, какой есть опыт, какое предыдущее образование у наших студентов. И исходя из этого, из того, как они выполняют тест на английском языке, мы судим о том, насколько хорошо они его знают, и достаточно ли это для того, чтобы обучаться на нашей программе. Хорошо. Сколько лет уже в магистратуре петролиум инженеринг международного формата? Она с 2018 года началась? Программа открылась с 2018 года и показывает тенденцию, что мы идем в рост. Первый год, получается, в 2018 год было открытие, новое приключение для иностранных студентов, и в общем для нашего института, где поступило 3 студента, и дальше 10 студентов. И, соответственно, в этом году мы показывали сами оптимальные и максимальные количества обучающихся, где составило 22 студента. Значит, программа развивается, привлекает интерес всех студентов и обещает много чего. Хорошо. Могут ли студенты совершенствовать свой уровень английского в стенах института? Есть ли соответствующие курсы или школы? Да, есть курсы. Как я уже отмечал, есть курсы для того, чтобы поступать на эту программу и выучить английский. Есть курсы английского во время обучения. То есть у нас есть центр дополнительного образования и маркетинга, который дает различные короткие, средние продолжительные курсы по различным направлениям, в том числе по английскому языку. Да, и тоже мы предлагаем курсы подготовки к АЭЛЦУСам и к ТОФЛ также в стенах нашего института, что позволяет студентов наших обучаться, не выходя из института, профессионально английский, подготовиться к этим международным экзаменам и, соответственно, получить теоретических и практических знаний. Куда направляют студентов на практику? На практику у нас есть несколько практик. Есть исследовательские практики, есть учебные. Часть из них проходит в стенах нашего университета, в лабораториях, на специальных установках. Часть из них уникальные. Их только в Казанском университете они могут быть, и в мире тоже. Это единичные такие вещи. Такие есть установки в Канаде, в Стэнфорде и в Казанском университете. То есть очень уникальное оборудование. Кроме этого, есть производственные практики, когда предпринимательные, предоставляется возможность выехать в компании нефтяные. Значит, ну, это компании могут быть разные. Там Татнефть, Роснефть. Значит, ну, в принципе, очень большое количество набор компаний, куда наши студенты могут поехать на практику. Мы с каждым это согласовываем, смотрим возможности. Кто-то хочет поехать на север, кто-то хочет поехать на юг, кто-то на запад, кто-то на восток. Очень много вариантов, очень много, вы знаете, в России это нефтедобывающая страна, очень много компаний здесь работает, и есть различные возможности для прохождения практики. Можно даже в Казанском университете, находясь внутри, пройти производственную практику, потому что есть проекты с компаниями по моделированию, по цифровым технологиям, и для этого даже не надо выезжать на месторождение. Можно прямо с своего рабочего места проходить практику, делать работу, обучаться, получать опыт и в области именно моделирования нефтяных месторождений. Хорошо, я напоминаю, что времени проведения инсталайфа становится все меньше и меньше, буквально 15 минут, но тем не менее у вас еще есть время задать свои интересные вопросы прямо в чат нашего прямого эфира. Озвучиваю один из них, который является достаточно актуальным. В современных условиях, связанных со вспышками эпидемии, вступительные испытания будут иметь очный или онлайн формат? Пока сегодня нам сложно сказать. Мы надеемся, что ситуация будет нормализовываться и не понадобится онлайн формат. Но в любом случае, в прошлом году мы проводили вступительные экзамены в онлайн формате. Для этого есть все необходимые системы, система отслеживания, проведения тестирования, проведения собеседований. То есть, в принципе, мы готовы к любому формату. И в этом году, в зависимости от того, какая будет обстановка, будет реализовываться смешанный формат поступления, либо какой-то один из двух обозначенных онлайн, либо очный. Поступил вопрос. А предусмотрены ли стипендии и какой у них уровень? Стипендии предусмотрены, понятно, для бюджетных мест. И стипендии предусмотрены для тех, кто получит грантовую поддержку, допустим, от компаний. Значит, это может быть разного уровня. Допустим, с точки зрения программы, реализуемой совместно с BP и Роснефтью, стипендии на обучение в России – это 30 тысяч рублей в месяц, а в Лондоне там соответствует 1300 фунтов. Если мы говорим по поводу, значит, стипендии Алгарыша, там тоже есть специальный грант, который покрывает обучение и тоже, значит, повседневные расходы. И, кроме того, есть различные другие стипендии, которые наши студенты могут получать. Хорошо. Если ссылаться на опыт прошлых лет, а сколько был сложный конкурс на поступление? Сколько человек было на одно место? Ну, конкурс у нас проходит несколько этапов. Значит, там есть заочный этап, есть очный этап, есть собеседование. И там понятно, что на каждом этапе у нас, значит, отсеиваются люди. Если это программа, которая реализуется совместно с компаниями, то у нас в отборе участвуют представители компаний нефтяных. И действительно очень такое серьезное собеседование проходит. Конкурс не менее пяти человек на место обычно, вот, в зависимости от того, значит, сколько у нас есть мест, он может либо увеличиваться, либо уменьшаться. Ну, в среднем, где-то вот так, вот такая личная. Да, получается, у нас конкурсы начинаются с отбора портфолио, потом прохождение очного отбора в виде собеседования и письменного теста. И за счет этого мы точно определяем оценку того или иного студента. Хорошо. Где можно получить информацию о поступлении в вступительных экзаменах? Можете непосредственно на нашем сайте kpfu.ru, пойти в раздел Институт геологии и нефтегазовой технологии. И в конце эфира я, соответственно, поделюсь с вами моими контактами, как являюсь координатором данной программы. Будут указан номер телефона и электронная почта. И как раз заходите на сайт нашего университета, найдите также ассистент приемной комиссии и сразу направляет вам к мини. Да, у нас есть сайт кафедры, кафедры разработки, эксплуатации месторождения трудноизвлекаемых университетов. То есть именно эта кафедра, эта программа реализует. Да, вы можете найти. У нас есть отдельная страничка, посвященная этой программе. Там есть презентация, которую мы вам сегодня показывали. Да, и видеоролики там разные по данной программе, где вы сможете увидеть, насколько разная у нас инфраструктура. Инфраструктура не только в деревне университета, как мы говорили, и внутри нашего института, где показывается лаборатория, чем занимаются студенты в свободное для них время. Будет интересно. Хорошо. Могут ли магистранты петролем инжиниринг совмещать учебную деятельность с работой? Ну, мы обычно, значит, даем возможность им работать непосредственно в лабораториях и в каких-то проектах. То есть, в принципе, большая часть наших магистров, она уже задействована в реализации каких-то проектов. Поэтому это тоже, с одной стороны, работа, где они получают опыт. И в том числе, если это проекты коммерческие, то наши студенты имеют возможность зарабатывать, участвовать именно в этих проектах с точки зрения специалистов, непосредственно задействованных в работе. Какое соотношение бюджетных и платных мест на данной программе? Петролем инжиниринг программа, она, значит, подразумевает именно либо… Это контрактная программа, да, то есть там у нас все места контрактные, и есть возможность получить гранты от компаний на обучение. Ну и также мы планируем несколько бюджетных мест тоже, значит, в этом году открыть. Но более подробная информация будет уже в апреле, да, когда мы откроем информацию вообще о приеме, о сроках подачи документов, о количестве бюджетных мест. Сейчас ситуация может поменяться, может количество бюджетных мест увеличиться, и тогда будет больше возможности коллегам поступить именно на бесплатное обучение. Хорошо. Будут ли внедряться бюджетные места в последующие годы? Да, обязательно. То есть мы видим, что, значит, эта программа интересная, она привлекает большое количество абитуриентов. И для того, чтобы как раз дать возможность перспективным, талантным ребятам тоже сюда поступить, мы будем, значит, наращивать количество бюджетных мест. Что послужило стимулом и главной причиной для открытия данной программы? Что не хватало университету, что пришла такая идея открытия уникальной программы петрольного инжиниринга на английском языке, да еще с привлечением такого количества иностранных обучающихся? Ну, идея была, чтобы открыть возможности для студентов из разных стран, из разных уголков мира получить образование, потому что мы знаем, что основной язык это английский сегодня, и чтобы быть конкурентоспособными, мы должны иметь такие программы, которые могли бы, которые ведутся на английском языке. И кроме того, кроме того, что это англоязычная программа, мы постарались в нее включить побольше, значит, интересных курсов, интересных дисциплин, и постоянно совершенствуем их качество, постоянно привлекаем для их реализации, так сказать, ведущих специалистов из индустрии, из университетов. Это дает возможность, значит, получить образование на английском языке, получить, значит, знания, опыт от ведущих специалистов, и уже участвовать в проектах, которые мы предоставляем нашим студентам, быть на выходе таким хорошим специалистом в нефтегазовой отрасли, который может носить себе место не только в России, но и в любой стране мира со своими знаниями по дисциплине и по языковым возможностям. Хорошо. В течение обучения проходят ли встречи с представителями компаниями или, возможно, собеседование? Да, да. У нас проходит много дней университетных компаний, были дни Роснефти, были дни Сургут нефтегаза, были дни Газпром нефти, то есть это постоянно проходит. Немножко вот прошлый год в связи с пандемией вот эти традиции нарушил, были не так часто, не так интенсивно мы эти встречи проводили, а так сейчас мы планируем это возобновить в более таком широком масштабе, использовать различные инструменты для этого, то есть не только, так сказать, очное присутствие компаний здесь, есть сказания, но и дистанционные, значит, дни нефтяных компаний, которые позволят нашим студентам побеседовать, а нашим компаниям посмотреть на уровень наших, так сказать, обучающихся. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, про научную составляющую. Все-таки в своем большинстве выпускники будут уходить в ряды молодых ученых или становиться специалистами нефтегазового сектора? Это, конечно, большая часть из них, они пойдут в нефтегазовый сектор, вот, то есть мы, как бы, обучаем именно инженеров-нефтяников, но часть из них и останется именно в исследовательской деятельности, это может быть продолжение в аспирантуре, это может быть работа в научных исследовательских центрах компании, ну, например, в той же компании «Роснефть» более десятка, значит, научно-исследовательских институтов по всей стороне, то есть это тоже нефтегазовая сфера, только она ориентирована на исследовании, на получении новых технологий, испытании новых каких-то вещей. И то же самое, в принципе, с зарубежными возможностями, тоже наши студенты идут в компании зарубежные, но и при этом идут тоже в исследовательские центры, там, по-моему, ряд наших выпускников работает там на кафедре нефтегазовых технологий, там в Ираке, в ряде университетов, там есть те, кто работает там в университетах, там в Латинской Америке, в исследовательских центрах, тоже закончившие нашу программу. Хорошо, у нас остается буквально несколько минут до завершения эфира, поэтому, Хусэм, я предлагаю вам поделиться контактами и дополнительной информацией по поиску информации и все о нашей магистратуре. Обязательно. Да, мы, конечно, рады будем абитуриентом в этом году и надеемся, что интерес к программе будет тоже увеличиваться. Тем более, сейчас мы знаем, что в нефтегазовой отрасли есть определенные челленджи, вызовы, и как раз нужны очень такие талантливые, перспективные специалисты, которые позволят с ними бороться. Это вызовы связаны с тем, чтобы удешевить технологии добычи нефти, значит, внедрять цифровые системы, моделирование, активно использовать. И для всего этого нужны, конечно, вот такие хорошо подготовленные кадры. И мы верим, что наша программа дает такие возможности нашим абитуриентам и нашим студентам, и они смогут внести свой вклад в развитие нефтегазовой сферы, найти себя, реализовать свой потенциал. Ну что ж, все вопросы, которые приходили к нам в чат, исчерпаны, а вопросы, которые приходили в директ, тоже. Поэтому объявляю, что наш инсталайф на сегодня завершается. Большое спасибо сегодняшним спикерам за детальную информацию. Будем ждать обратной связи на наших страничках в социальных сетях, а также в Инстаграме. А с вами была Аделя Шамилова и Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. До новых встреч и поступайте в нашу магистратуру. Казанского федерального университета.